Слава Богу, братья и сестры! Вы знаете, за последние годы, из года в год, мы молимся три недели, и сегодняшнее служение – это тоже своего рода как завершающий аккорд трех недель поста и молитвы. И верю, братья и сестры, что иногда нам кажется по-человечески, что ничего не меняется. Но я знаю, братья и сестры, когда с искренностью сердца Церковь молится Богу, меняется все. Пусть где-то, видимо, не всегда это заметно сразу, но верю, что внутри, в духе, происходят Божьи изменения, и потому будем стремиться к нашему Господу, искать Его и молиться Ему. Сегодняшняя проповедь называется «Три гумна». Такое слово «гумно», которое вышло из общепринятого употребления, которое не используется в обиходе, которое осталось где-то в XIX веке еще, но которое актуально. И я думаю, что для нас мы тоже будем с вами рассуждать, что оно означает и какое оно имеет значение для нас. Вообще говоря о гумне, это площадка для молодьбы и последующего веяния хлеба. Эта площадка раньше устроялась на каменистых холмах или на горах в Израиле. Выбиралась максимально ровная площадка, примерно около 20 метров в диаметре. И в центр свозились снопы, складывались по кругу, ездила такая повозка, ведомая, как правило, валами, потому что тяжело было тащить эти своего рода сани. Вместо полозьев там было плоское деревянное днище, его как бы своего рода инкрустировали камнями, и те снопы, которые подпадали под такой своего рода пресс, те процессы, которые происходили с этими снопами, все это делалось для того, чтобы отделить солому, отделить шелуху от самих зерен, перетереть между собой. Зерна этого трения не боялись, но вся солома и вся шелуха мелко крошилась под таким давлением. И потом вот это вот все перемешанное вместе бралась такая лопата с длинным черенком, она подкидывалась вверх, опять-таки гумно строились на тех местах, где, как правило, был ветер, и с сильным ветром сдувало всякую шелуху, всякую вот эту перемолотую солому сдувало куда-то в сторону от гумна. И, братья и сестры, то, что оно имеет значение, вот это вот отделение цельного зерна, полезного зерна от всего того, что его окружает, оно имеет значение и для нас, для наших сердец. Оно тоже своего рода описывает внутренние процессы в жизни христианина. Вообще, если говорить об отделении, отделение, ну, нам Библия говорит даже с первых стихов Библии. Еще в первой книге Бытие Бог, мы читаем в первой главе, четвертым стихом, что отделил Бог свет от тьмы. Читаем в шестом стихе, что да будет твердь посреди воды, и доотделяет она воду от воды. Вот этот процесс в седьмом стихе и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. То есть Бог вот эти принципы отделения еще с первых глав Библии нам говорит. И затем, когда первый человек согрешил, когда человечество вступило на такую тропу отступления от Бога, Бог, стремясь со всей любовью возвратить человека в свое лоно, в лоно своего присутствия, стремясь, чтобы человек восстановил взаимоотношения с Богом, Бог дал законы определенные, и эти законы, опять-таки, большинство их было направлено именно на этот принцип – отделение от зла, от греха, и, наоборот, культивировать внутри себя плод, чистый духовный плод. И потому, когда мы будем с вами сейчас читать Слово Божие и говорить о этих трех гумнах, давайте иметь в виду именно это – те процессы, которые внутри Бог производит внутри каждого из нас, и хочет, чтобы эти процессы имели завершение, чтобы они были непрерывные внутри нас, чтобы мы где-то анализировали свою жизнь, свое хождение перед Богом, и были водимы Его Святым Духом. Пусть Бог поможет нам. Итак, мы с вами начнем читать из книги «Судей» 6 главы. Здесь речь идет о, если можно так выразиться, о гумне Гедеона. И если посмотреть предысторию того, что происходило, когда до того, как мы будем читать, народ израильский отпал от Бога. В первом стихе говорит так, что «сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки Мадеонитян на семь лет. Тяжела была рука Мадеонитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадеонитян ущелье в горах, и пещеры, и укрепления». То есть, мы можем представить себе картину, что израильское государство фактически в момент прихода Мадеонитян, каждого их прихода, оно фактически переставало существовать, потому что израильтяне не могли себя защитить от такого нашествия. И дальше третий стих. «Когда посеет Израиль, придут Мадеонитяне и Амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вала, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И как итог всего этого «И весьма обнищал Израиль от Мадеонитян, и возопили сына Израилевы к Господу». Вы знаете, уже сама эта история говорит, что это было своего рода гумно для всего народа израильского. Место, где переламывались они, перемалывались. За семь лет настолько они настрадались, настолько обнищали, настолько хотели просто даже вдоволь где-то поесть, но у них ничего не получалось. И вот к чему они пришли, что народ израильский возопил к Богу. И в этой же главе мы читаем, после того, как народ израильский возопил к Богу, в 11 стихе, Библия продолжает нам повествование этой истории. И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от Мадеонитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобою, муж сильный!» Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки Мадеонитян?» Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки Мадеонитян. Я посылаю тебя». Итак, когда Гедеон выколачивал пшеницу, даже не на гумне, а в Тачиле, он встречается с ангелом Господним. И знаете, всегда по-человечески, ну, кого выбрать спасителем Отечества? Ну, в истории человечества, как правило, такие незаурядные личности, они обладают и незаурядными качествами и соответствующим характером. Они сильные, у них воля на высоте, их просто так не сломишь и не переломаешь. Здесь, читаем про Гедеона, это прямая противоположность этим принципам. Он неуверенный, мы дальше можем прочитать. Он считает себя слабым, ни на что не способным. Он говорит, что он из самого слабого колена, и у него семья самая слабая в доме отца его, он младший. Он как бы не видит в себе никаких ресурсов для того, чтобы вообще включиться в эту ситуацию и что-то поменять. Но хочу сказать, братья и сестры, это по-человечески взгляд, а у Бога взгляд другой. В том, в чем слабость была Гедеона, была его сила. В том, что он мог не понадеяться на себя, была его сила. В том, что он мечтал и переживал о том и рассуждал, где все чудеса Божии, о которых говорили отцы наши, он знал, что это правда, он мечтал об этом. Это возымело действие. Пришел ангел Господень. И дальше недостает времени прочитывать, как он пошел против этих внешних обстоятельств. Вообще против того, чтобы двинуться Гедеону, было очень и очень много факторов. Начиная от того, что количество амаликитян, жителей Востока, мадионитян, было написано как саранча. Что не было никаких предпосылок в народе израильском противостоятии. Второе, что стало укореняться идолопоклонство в его собственном народе. И даже в том городе, где он жил, отец был священником Ваала. И мы читаем, что жители этого города, после того, как проявил, можно сказать, такой героический поступок Гедеон, срубив священное дерево, они восстали все против него. Все против, нигде не найти опоры. И внутренне он видел, что вообще отсутствуют какие-либо рычаги влияния на эту ситуацию. Но у него было только одно, братья и сестры. У него было призвание Богу. Призвание Бога. Он зацепился за это и пошел. И знаете, как когда-то Петр пошел по волнам, и, глядя на Иисуса, он шел, и переставали действовать физические законы. Вот что-то подобное происходило и в сердце самого Гедеона. И дальше вот мы читаем, что он приходит тоже на гумно. Бог утверждает его там, в 37-м стихе. Говорит Гедеон так. «Я растелю здесь на гумне стриженную шерсть». Это он говорит Богу. «Если роса будет только на шерсти, а на всей земле суха, то буду знать, что спасешь рукою мою Израиля, как говорил ты». Так и сделалось. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды. И сказал Гедеон Богу, «Не прогневайся на меня, если еще раз скажу, и еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса». Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса. Даже когда Гедеон сомневался, даже когда у него внутри были сомнения, тем не менее Бог и это учел. И повторно, еще раз утвердил Гедеону и поддержал его. Где-то видел он, что Господь Гедеона, что тот способен, имеет эту способность пойти за Богом и не уклоняться. И дальнейшая история нам повествует, что вот эта работа, которая была произведена Богом в этом месте, на Гумне, она дала свой плод. Израиль получил сверхъестественным образом освобождение и не от силы человеческой, за что слава Господу. Вторая история, которую мы будем читать с вами, произошла на Гумне Хедона, как говорится в первом послании Паралипоминона, или оно названо Гумном Нахоновым в книге царств. И это история царя Давида. Предыстория вообще того, что происходило здесь, такова. Примерно по служителю пастору Гёце, который исследовал эти вопросы, около 39-40 лет прошли события до вот этого, о чем мы с вами будем читать. Здесь речь идет о ковчеге и о том, как Давид решил со всеми израильтянами перенести ковчег. И за 40 лет до этих событий ковчег попал в руки филистимлян. После того, как ковчег попал в руки филистимлян, филистимляне стали испытывать и экономические трудности. У них стали происходить непонятные эпидемии, проблемы со здоровьем. И они тоже возопили, видя то, что тоже они были достаточно мудры, чтобы понять, что все это с ними происходит из-за того, что они захватили ковчег. Ковчег принадлежал Израилю. И для того, чтобы как-то получить избавление от казней господних, они призвали жрецов, и те дали им такой совет, что вы водрузите этот ковчег на колесницу, впрягите в колесницу двух первородевших коров, телят их оставьте дома. И если это Бог казни допустил в вашу жизнь, то коровы вернутся к своим телятам. Их материнский инстинкт заставит их вернуться. Но если это пришло от Бога в вашу жизнь, то коровы поведут к колесницу, повезут ковчег в сторону Израиля. И оно так и получилось. Положили ковчег на колесницу, положили туда жертвы повинности. И этот ковчег чудесным образом, эти первородевшие коровы, не уклоняясь ни направо, ни налево, написано, повезли и привезли на территорию Израиля. И, естественно, это чудо. Естественно, в те времена филистимляне, как государство, филистимское государство, составляло из пяти городов государств, оно было значительно сильнее Израиля на протяжении как раз вот этих сорока лет и до этого. И экономически, и военная мощь всегда филистимлян превосходила израильскую. И когда происходит в соседнем государстве более экономически развитом, имеющем большую армию, чем у тебя, вот такие чудеса, и тем более с ковчегом Божьим, естественно, это находит отражение в рассказах. И Давид об этом знал, другие знали. И мы читаем в 13 главе 1 Паралипоминон следующие слова. «И советовался Давид с тысяченачальниками, сотниками и со всеми вождями. И сказал Давид всему собранию израильтян, «Если угодно вам, если на то будет воля Господа Бога нашего, пошлем повсюду, к прочим братьям нашим, по всей земле израильской, и вместе с ними, к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему. И сказала собрание, «Да будет так!» Дальше седьмой стих. «И повезли ковчег Божий на новой колеснице из дома Авенодава, и Оза Яхия вели колесницу. Давид же и все израильтяне играли перед Богом из всей силы с пением на цитрах и псалтырях, и тимпанах, и кимвалах, и трубах. Когда дошли до гумна Хидона, Оза простер руку свою, чтобы придержать ковчег, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его за то, что он простер руку свою к ковчегу, и он умер тут же пред лицом Божьим. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу и назвал то место поражением Озы. Так называется оно и до сего дня. И устрашился Давид в день тот, и сказал, как я внесу к себе ковчег Божий. Вот такая история. И говорит она нам о том, я выделил здесь для себя три таких главных вывода. Первый, я думаю, что нам известно, и относительно недавно и проповедь звучала на эту тему, что по определенной причине ковчег не понесли священники, а Давид сделал так, как он слышал, что произошло 40 лет назад. Было на слуху еще это чудо. Повлияло ли именно это на причину того, что он положил на колесницу, не знаю. Вероятно, какое-то влияние оно оказало. Но хочу предположить, братья и сестры, что эта история учила Давида тому, чтобы он больше вникал в Слово Божие, вникал в Закон Божий, исследовал его. Мы видим потом, в дальнейшем, когда прошло время, и Давид увидел, что Бог благословил дом Авидара Гефянина, где ковчег после этой истории остановился, то Давид сделал по-другому. Уже священники несли ковчег. Это было первое изменение. Второе. Видно, Давид прочитал 15 главу чисел, где сказано, что тот, кто прикоснется к ковчегу, тот умрет. Сделал для себя выводы, что во главу угла должно быть поставлено Слово Божие. Не твои представления, не даже чудеса, которые сделал Господь, а он это сделал. Но во главу угла должно стоять Слово Божие. И обратите внимание, что даже, несмотря на те факторы, что Давид собрал народ израильский, что они как можно прославляли Бога, прыгали перед Ним, пели, прославляли Его, все это не возымело на Бога никакого действия, потому что Его Слово было в определенном пренебрежении. И потому второй вывод, который мы можем сделать из этой истории, что, братья и сестры, Бог не дипломат. Он не будет поступаться своими принципами, духовными принципами. И потому нам нужно смотреть на Слово Божие с вниманием и эти принципы насаждать, культивировать в своем сердце, в своей жизни. Третье гумно, о котором хотел бы поговорить, оно записано, это речь пойдет о гумне Орны и Евусиянина. Первая, Паралипоминон, 21 глава. И, может быть, не читая, но коротко предысторию расскажу того, что связано с этим гумном. Давид уже был около 60 лет. Он уже прилично долгое, где-то примерно 25-30 лет был царем. И он прошел, прожил, по-моему, если мне память не ошибает, всего его жизни было около 70 лет. Он прожил насыщенную жизнь. И когда он говорил, что межи прошли мои по прекрасным местам, он не лукавил. Хотя мы читаем о тех испытаниях, которые он прожил в своей жизни. Братья и сестры, не каждый пройдет через такие испытания и останется праведным, верным Богу. Много было испытаний. Я как-то раньше читая вот это место, что межи мои прошли по прекрасным местам, думаю, ну, а где прекрасные места? Когда ты был молодым, тебя семья отвергла, отправила там пасти овец одного. Это была работа с опасностью для твоей жизни. Либо когда тебя приходит пророк Самуил, тебя тоже игнорируют. Либо потом, когда ты имеешь помазание Божие, но бегаешь три года от Саула и так далее, и так далее. Когда слюну пускал, будучи у Анхуса, царя Гевского. Когда сын его восстал. То есть, у него испытаний в жизни хватало с лихвой. И пройдя через эти испытания, будучи царем, уже 25 лет царствуя над Израилем, пройдя через многие битвы и сражения, и мы знаем, что Бог чудесным образом выходил навстречу, потому что Давид всегда искал Бога и его водительство. И мы знаем, что Давид всегда прислушивался к Господу. Он не обращал внимания ни на какие внешние факторы, но смотрел только на Бога и в этом была сила победы Давида. И здесь, будучи 60-летним, он допускает такой серьезный промах в жизни. Он посылает Иава исчислить народ израильский. Для чего это делалось? В принципе, как любое светское государство, нужно было знать количество, скажем так, военно-обязанных. В те времена это имело значение. И могу только предполагать, что Давид это делал для того, чтобы в будущем, когда разведчики доложат, что на тебя двигается та или иная армия, иметь знание, сколько я могу выставить людей против той или иной армии. Но вот это знание, братья и сестры, оно ставило жирный крест на вере в Боге. Вот это знание, сколько у тебя под твоим началом людей, оно выбивало или в одну или в другую сторону веру в Бога. Либо ты будешь надеяться на количество войск, что оно превосходит наступающих на тебя, либо наоборот будешь изыскивать какие-то дипломатические меры, чтобы задобрить это войско, которое наступает, чтобы оно не зашло на твою территорию. И Бог вступился. Он, мы читаем здесь, что вышел ангел Господень и стали погибать израильтяне. И дошел ангел до гумна Орны и вусиянина. И мы читаем о размерах этого ангела в 16 стихе. Поднял Давид глаза свои и увидел ангела Господнего, стоящего между землею и небом, с обнаженным в руке его мечом, простертым на Иерусалим. Знаете, ангелы где-то рисуются часто чуть больше человека, но размеры вот этого ангела, я думаю, не всякий небоскреб был бы сопоставим с его размерами. Написано, пал Давид и старейшины, покрытые вретищем на лица свои. Давид понимал, сознавал грех, который он сделал, и дальше он говорит, кается и призывает на себя, говорит, что эти овцы невинные, что сделали? Я виновен в этом? То, что делал Бог в сердце Давида, Давид понимал. Бог выбивал определенную основу с под его ног. Мы, братья и сестры, по жизни так устроены. Я с того же теста слеплен, что и вы. Я, как глава своей семьи, мне хочется обеспечить свою семью материально. Мне хочется, чтобы дети отучились в максимально лучшем высшем учебном заведении. Мне хочется вложить в них самое лучшее. Хочется, ну, как-то видеть устройство. Но знаете, я заметил такую вещь в своей жизни, что чем больше я уделяю времени вот этим вещам, тем больше надежда на Бога ускользает, отменяет моего хождения перед Богом. Тем больше я начинаю надеяться на какие-то свои ресурсы. И я на протяжении своей христианской жизни вижу, что с таким подходом терплю крах, что это неверно. Итак, три гумна и три действия, которые Бог делает в наших сердцах. Во-первых, гумно – это то место, где страх перед обстоятельствами непроедолимой силы, какие бы ни были в вашей жизни, он должен уступить доверию и упованию на Бога. То, что было у Гедеона, то, что переживал Петр, идя по волнам. Второе гумно – это место, когда Бог останавливает тебя, когда по жизни ты идешь сознательно или несознательно, игнорируя Слово Божие и принципы Его. Третье гумно – это место, где Бог показывает, что ни на деньги или, ни на здоровье или твое, ни на семью или твою, не стоит опираться в жизнь. Оно все имеет место, оно должно быть на своем месте. Но, братья и сестры, в жизни христианина главнее и важнее Господь, и Бог делает эту работу над нашими сердцами. И последнее место, которое я хотел бы прочитать с вами, и мы будем с вами молиться. Оно записано в Евангелии от Матфея, в третьей главе. Его об Иисусе Христе говорит Иоанн Креститель следующим образом. Третья глава с 11 стиха. «Я не достоин понести обувь Его, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Братья и сестры, после того, когда, а я верю, что у каждого из нас в жизни были определенные, может быть, и сейчас есть испытания, Бог хочет видеть на этом нашем жизненном гумне, когда мы перемолоты, когда пшеница, она смешана с соломой, с шелухой, Бог берет свою лопату, Он подбрасывает вверх, и гумно устраивались там, где дул сильный ветер, и ветер по-еврейски руах. Это же слово используется как характеристика Духа Святого, я хотел бы вместе с вами молиться, чтобы сегодня лопата была в руке Господа, чтобы мы могли доверяться Ему, если мы могли с жаждой, со стремлением идти к крещению Духом Святым, то давайте, братья, с такой же жаждой мы придем на гумно, и там будем крещены огнем. Пусть вся солома, вся шелуха, которая есть в наших сердцах, все то, что не прославляет Господа в жизнях наших, оно будет унесено, оно будет сожжено, чтобы не было возврата назад. Пусть посвящение наше Господу сегодня восторжествует во имя Иисуса Христа. Будем молиться Ему. Субтитры Субтитры Субтитры